МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Во славу Божию Чувашию посетил патриарх Московский и всея Руси. Невосполнимые потери, проблемы безопасности на дорогах обсудили на еженедельном совещании. На старт, внимание, марш. В Чебоксарах стартовал чемпионат России по легкой атлетике. Начнем выпуск самого значимого события минувших выходных. В Чувашии с первосвятительским визитом побывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 1 августа в аэропорту его встречала и наша съемочная группа. Высокого гостя хлебом соли встретили в аэропорту Чебоксар. Его визит стал знаковым событием не только для священнослужителей Чувашии, но и для всех верующих региона. Утрапа святейшего встречали митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава, временно исполняющий обеланности главы Чувашии Михаил Игнатьев, ученики воскресных школ и воспитанники кадетских классов. Предстоятель Русской Православной Церкви не в первый раз в Чебоксарах. В Чувашию он приезжал в 1969 году. И знаю, что за это время Чувашия и город Чебоксары прошли большой путь. И в смысле обустройства жизни, светской и, конечно, в смысле церковного развития. И мне очень хотелось увидеть новое лицо Чувашии, помолиться вместе с вашим народом, посетить святыни, что мы и будем делать в течение того времени, пока я буду находиться здесь. Хотел бы передать благословение и Божью милость призвать на всех жителей Чувашии. Из аэропорта патриарх прибыл в Покровско-Татьянинский собор города Чебоксары. У стен собора его встречали сотни верующих, в их числе и ученики воскресных школ. Русская Церковь предстоятель, перед Троицей Святой, православным за собой. Он ведет к Спасителю, Мира Искупителю. Благодатью освящен, белой куколь носит он. Надо нам учиться, за него молиться. В своем обращении к собравшимся святейший говорил о вере и силе слова, о мире и согласии в обществе. Душа радуется, когда я вижу молодые лица в храме, когда я вижу детей, когда я вижу учеников воскресных школ, вижу, когда приходят молодые пары соединять благословением церкви свой брак, и когда приносят детей крестить. Все это свидетельствует о том, что вера православная жива в нашем народе. И благодарение Богу за то, что в Чувашии мир и спокойствие. Пусть так и будет далее. И я хотел бы также выразить благодарность вам, Михаил Васильевич, за ваше водительство, за ваши труды на посту главы Чувашии. Вы с большим вниманием относитесь и к церковной жизни. А самое главное, вы искренне трудитесь на благо своего народа. Дай Бог, чтобы и дальше было так. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Андрей Шоклев, Республика. Для новочебоксарцев 2 августа. Ильин день стал двойным праздником. В собор святого равноапостольного великого князя Владимира приехал святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл. Люди начали собираться задолго до богослужения. Светлые одежды, цветы – все это подчеркивало значимость события. Праздничную службу возглавил святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл. В храм пропускали семьи с детьми немощных. Но литургию слушали не только в соборе, но и на улице. На больших экранах велась трансляция. Увидела патриарха Кирилла. Это в моей жизни будет первый раз. Естественно, раз. Я думаю, что это никогда больше не повторится. У меня такое восторженное настроение, столько народу, такая аура. Что, да, я верую в Господу Бога, как все православные люди. Не больше, не меньше. Мы, как казаки, обязательно должны были принимать патриарха. Казак – это кто? Это воин Христов. Правильно? И мы защитники православной веры. После божественного богослужения патриарх Кирилл отметил наградами православной церкви тех, кто внес посильный вклад в дело восстановления и строительства храмов. В своем слове патриарх отметил, что нынешнее время для церкви – один из самых благоприятных периодов. Власть с уважением относится к вере, а церковь не входит в управление государством и при этом может нести пророческое слово. Пусть Господь преклонит главу милость свою ко всем нам, к церкви нашей, к Отечеству, к земле Чувашской. И будем помнить тот великий урок, который всем нам преподал святой древний пророк Божий Илья, пошедший на многие и многие страдания, для того, чтобы в народе своем укрепить веру в истинного Бога. Святейший патриарх Московский в Сеяруси Кирилл поблагодарил главу Чувашской митрополии Варнаву за долголетние труды на Чувашской кафедре и пожелал, чтобы и впредь активно развивалась церковная жизнь в Чувашии. Вручил юбилейный панагию и крест, созданный по случаю тысячелетия о представлении святого равноапостольного князя Владимира. Его святейшество выразило слова благодарности Михаилу Васильевичу Игнатьеву за труды на посту главы республики. Вы, как политик, прекрасно знаете, насколько важным является фактор народного единства. И управляя этой многонациональной областью, как я знаю, делаете все для того, чтобы на этой земле был мир и согласие. Каждый из собравшихся верит в силу молитвы и в этот день просит Бога не только о личном счастье, но и молится за тех, кто еще не переступил порог храма. Вера помогает вообще делать многое, даже когда трудности бывают, преодолевать помогает. И даже когда на службе стоишь, три часа, четыре часа, не замечаешь, что устаешь, по сути дела. Я прошу, чтобы жизнь была у нас счастливой и у всех. Всем здоровья и вам тоже. Счастья вам и чистого неба над головой. Всем войны никогда, никогда, чтобы не было. Святейший Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл и временно исполняющий обязанности главы Чуваша и Михаил Игнатьев возложили цветы к монументу славы в Мемориальном парке Победы. В годы войны более 208 тысяч уроженцев Чувашии боролись с фашистами. В родные края вернулся лишь каждый второй. По словам предстоятеля Русской Православной Церкви, ветераны, те, кто помнит военный год, являются носителями исторической памяти. Их слова могут действовать на подрастающее поколение куда сильнее книг и военных фильмов. Святейший Владыка призвал ветеранов передавать память о войне молодым, пока есть силы. Строящийся в столице республики большой соборный храм в честь преподобного Сергия Радонежского по праву может стать духовным центром Чувашия. Расположен он очень удачно на улице Калинина между Домом Союзов и Художественным музеем. Будет виден со многих точек. Господи Божий наш, изволивай на всем месте и на всем положенном во имя Твое и благословенном камне основать себе церковь, сам Твоя от Твоих Тебе приносящих. Воздвижение к Твоему словословию создаваемого храма в честь и память преподобного Сергия Гумена Радонежского. Святейший Патриарх Московский, всея Руси, Кирилл, временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Михаил Игнатьев, строители храма, заложили капсулу. Ваше Высокопреосвященство, владыка Варнава, уважаемый Михаил Васильевич, глава Чувашской республики, дорогие отцы, братья, сестры, я всех вас приветствую с историческим событием. С закладкой нового храма в городе Чебоксары в честь святаго преподобного Сергия Радонежского. Великого угодника земли русской, великого святого и великого государственного деятеля. Святой преподобный в своей жизни соединил и служение Богу, и служение Отечеству. Верим, что храм в скором времени будет построен. Храмы строятся тогда, когда в них есть потребность. А если потребность есть, то это значит, живет вера в сердцах. Инициатива строительства собора принадлежит митрополиту Чебоксарскому Чувашскому в Арнавии, временно исполняющему обязанности главы Чувашии Михаилу Игнатьеву. Строители постарались на славу. Регион «Жилстрой» благополучно завершил нулевой цикл строительства храма. Не каждому строителю данного поучаствует строительство такого объекта, уникального, как храм, в данном случае Сергия Радонежского. Лично мне очень приятно, что я принял участие в этом строительстве. Храм в честь преподобного Сергия Радонежского строится за счет средств прихожан и меценатов. Неравнодушные жители Чувашии активно участвуют в акции «Именной кирпич». Прекрасное ощущение. Радость, что народ идет к Богу. Все, что меня связывает с нашей Чувашией, мне это очень дорого и, как говорится, близко к душе. Строительство храма – дело благое, ведь строятся они на века. Для наших детей, внуков, для нас самих. Приятно чувствовать свою причастность к этому священному делу. Добро не имеет границ. И в развитии темы. У чебоксарских школьников появится возможность изучать не только основные предметы, но и получать духовные знания. С начала учебного года открывают свои двери три класса с углубленным изучением православной культуры. В 29-й столичной школе основы православия преподавались в рамках подготовительных занятий для дошкольников. В этом году большинство этих детей пойдет в начальную школу. Объявили, пришли дети с родителями, отзанимались целый год и открыли первый класс. Сейчас у меня в классе 36 детей. Первый класс набрал 29 детей, а в третьем классе у нас 18 детей. Набор хороший. И сама Юлия Васильевна, и родители будущих учеников отмечают – православные уроки не прошли для малышей даром. Мне понравилось их общение друг с другом. Дети были. Уровень развития детей на порядок выше. И самое главное – чувствовалась в них доброта. Обучать православной культуре планируют вплоть до 11 класса. Помимо теоретических занятий запланированы многие мероприятия, включающие в себя паломничество, всевозможные творческие и спортивные события. Мы обращаем внимание на всестороннее развитие детей. Поэтому у детей, кроме уроков основ православной культуры, будут и танцы народов мира, и рисование, которое будет проводить преподаватель художественной школы Акциновых, так и хор. Уроки по основам православной культуры будут проходить раз в неделю. В следующем году планируется открытие еще одного православного класса в этой школе. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика. В минувшее воскресенье в Шимуршинском районе нетрезвый водитель совершил наезд на пятерых пешеходов. Три человека погибли на месте, двое были госпитализированы. 2 августа в 8 часов вечера 28-летний житель Чебоксар сбил семью из Шимурши, которая шла по дороге в попутном направлении. В результате наезда скончался 38-летний глава семьи, у которого накануне был день рождения. Его 66-летняя мать и трехлетний сынишка. Жена погибшего и еще один их сын 2008 года рождения доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель автомашины Ford Focus при совершении обгона потерял управление. Его вынесло прямо на пешеходов. Вопреки распространившимся в СМИ сведениям, подозреваемый не служил в рядах воздушно-десантных войск. По факту ДТП сегодня будет возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Обстановка на дорогах Чувашии по-прежнему тревожит. Несмотря на то, что количество ДТП по сравнению с прошлым годом немного уменьшилось, погибших и травмированных меньше не становится. Последний случай в Шумуршинском районе это только подтвердил. С проблемой безопасности дорожного движения начался разговор на еженедельном совещании временно исполняющего обязанности главы Чувашии и правительства республики. Недели не проходит, чтобы инспекторы не фиксировали случаи вождения в нетрезвом состоянии. Причем тогда, когда уже ничего нельзя исправить. Вчера 19 часов 44 минут в Шумуршинском районе на втором километре автодроги Шумурша-Сойгин-Алтышево водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на группу пешеходов. И на самом деле уже предварительное подтверждение есть, что в нетрезвом состоянии. Об этом нужно говорить открыто, чтобы другие задумались, по крайней мере, при этом садиться за управление в нетрезвом состоянии. Воздействие на водителей, которые позволяют себе садиться за руль под шофе – самая сложная задача. Здесь необходимо объединить усилия правоохранительных органов, органов власти и общественности. Участникам дорожного движения надо быть внимательнее друг к другу и при малейшем подозрении сообщать ГИБДД. Кроме того, необходимо усилить контроль на дорогу с помощью технических средств. К слову, камеры видео и фотофиксации себя уже зарекомендовали. Во-первых, у многих водителей есть антирадары. И хочешь не хочешь, а скорость они вынуждены снижать. Во-вторых, сама система обеспечивает неотвратимость наказания за нарушение, что является воспитательной мерой. Что же касается технических причин, по которым нередко происходит ДТП, меры предпринимаются весьма активно. В текущем году продолжены мероприятия по проведению пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТ, включая нанесение на них дорожной разметки и установку дорожных знаков с луросценной пленкой. Для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования проведена работа по ликвидации дефектов проезжей части асфальтобетонного покрытия на площади более чем 152 тысячи квадратных метров. Выполнены мероприятия по установке дорожных знаков, дополнительных информационных счетов, сигнальных столбиков, нанесена горизонтальная и вертикальная разметка. В принципе, на сегодняшний день все работы, кроме ямочного ремонта, выполнены. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии потребовал тщательнее контролировать работу организаций, выполняющих дорожный ремонт. Тех, кто то и дело срывает сроки, надо брать на заметку. Сегодня законодательство позволяет не допускать недобросовестных подрядчиков до участия в конкурсах на размещении государственного и муниципального заказов. Причем касается это не только дорожных работ, но и любых других сфер. В целом же объем заказов в первом полугодии превысил 8 миллиардов рублей, сообщили в Минэкономразвитие Чувашии. С начала этого года отмечен значительный рост почти на 12% доли конкурентных процедур в общем объеме госзаказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которое составило 90,7% от общего объема закупок. Указанное свидетельствует о том, что мы максимально стремимся уйти от неконкурентных процедур закупок. Госзаказ становится более прозрачным и доступным для бизнеса. Бюджетная эффективность от закупок республики составила 824,8 миллиона рублей. На совещании обсудили и визит святейшего патриарха Кирилла в Чувашию. В богослужениях приняли участие почти 16 тысяч человек. Все запланированные события прошли на высоком уровне. Михаил Игнатьев поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении мероприятий за хорошую работу. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Новочебоксарский городской суд вынес приговор в отношении двух жителей города Ишкаралы. Молодые люди, открывшие стрельбу возле ночного клуба, приговорены к 14 годам лишения свободы. Напомним, год назад в Новочебоксарске возле развлекательного центра «Президент-Холл» из тонированного автомобиля была открыта стрельба в сторону находившихся на парковке молодых людей. Стреляли из гладкоствольного охотничьего карабина «Сайга-12» 12-го калибра. Четверо парней получили огнестрельные ранения, двоим был причинен тяжкий вред здоровью. После стрельбы нападавшие скрылись за пределами республики. Их задержали 21 августа 2014 года на территории Московской области. Они признаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц, а также в умышленном причинении двум лицам опасного для их жизни тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбывания в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде одного года ограничения свободы каждому. Кроме того, с осужденных в пользу потерпевших, которым причинен тяжкий вред здоровью, взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2 миллиона 300 тысяч рублей. Другие пострадавшие исковых требований в рамках уголовного дела не заявляли. Приговор суда не вступил в законную силу. Как известно, Великая Отечественная война коснулась каждой российской семьи. Кто-то воевал на фронтах, кто-то работал в тылу. В Ибресинском районе в годы войны располагалась летная школа, в которой тренировался легендарный летчик-героев Советского Союза Алексей Моресьев. Местная жительница Нарспи Васильева была знакома с героем и поделилась с нашими корреспондентами воспоминаниями о нем. Когда немцы подобрались к Москве, летную школу в срочном порядке требовалось перевезти в тыл. Выбор пал на поселок Ибреси. Рядом была нефтебаза. Кроме того, через населенный пункт проходила железная дорога. И вот они в конце 1941 года приземлились на вспаханном колхозном поле, припорошенном снежком. Все самолеты приземлились на лыжах. Все самолеты произвели посадку благополучно. Теоретические занятия с курсантами проходили в здании средней школы. Они заняли первый этаж. Учились здесь такие грамотные курсанты разных национальностей. Алексей Моресев прибыл в школу, уже будучи опытным летчиком в начале 1943 года. Ему пришлось заново учиться летать уже без ног. Ноги ему ампутировали еще в 1942 году. И летчику с большим трудом удалось снова сесть за штурвал и взлететь. Он поставил себе цель, что он должен вернуться в строй летчиков. Подумал, идет война, если все будут уходить в сторону, раненые, как я. Он подумал, а кто же будет защищать нашу страну? Что станет нашей страной? Я должен летать. Я должен бить врага на земле и в воздухе. Я должен отомстить врагу за нашу израненную родину, за мои покалеченные ноги. Наршпи Васильева познакомилась с летчиком уже после войны. Именно эта встреча повлияла на дальнейшую жизнь женщины. Она занималась военно-патриотической работой. Создала клуб для участников афганской войны. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. В эфире Таванрадио стартовал новый сезон. Коллеги поделились с нашей съемочной группой грядущими проектами. Одним из них стала утренняя программа «Будильники шоу». Что ждет слушателей в эфире радиостанции, узнаем из следующего сюжета. Узнать секреты приготовления блюд различных, кухонь мира, открыть для себя новых писателей и даже изучить иностранные языки. Все это возможно в эфире программы «Будильники шоу». С начала августа утреннее шоу вещат в обновленном формате. Новые рубрики, новые гости и новый ведущий. Очень интересно, конечно, общаться с большим количеством народа и с большим количеством публики, потому что ты постоянно что-то новое узнаешь. Я хочу больше активности, я хочу, чтобы слушатели как-то принимали участие больше в интерактивах, звонили, писали побольше, вот так вот активно. Может быть, какие-то рекомендации были бы с их стороны, отвечали на вопросы, которые мы им задаем. Да, вам радио представляет дуэт новый Максима и Алена. Ну давайте, Алена. На 3-4, давай, поехали. Море зовет, льет, волна поет, а мы такие отдыхаем. Теперь радио-шоу вещает на волнах Таванрадио на час больше. С 7 до 10 утра по понедельникам, средам и пятницам. Каждая программа будет посвящена определенной тематике. Как отмечают авторы проекта, радиослушателей ждет много нового, интересного и необычного. В этом могут убедиться все чебоксарцы. Нужно лишь настроиться на волну 100 и 3 FM. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Андрей Шоклев, Республика. Это лето в чебоксарах можно назвать по-настоящему спортивным. Совсем недавно в республике проходил командный чемпионат Европы по легкой атлетике. И вот уже новый старт – чемпионат России. В столицу Чувашии приехали лучшие легкоатлеты страны, чтобы побороться не только за медали первенства, но и за путевки на чемпионат мира в Пекине. На торжественной церемонии открытия соревнований побывали и мои коллеги. Королева спорта вновь посетила Чебоксары. Чемпионат России по легкой атлетике проходит в столицу Чувашии уже в четвертый раз. И с каждым разом привлекает все больше внимания зрителей и любителей спорта. Любое доверие, которое оказывает нам, мы выполняем с честью и достоинством. Отрабатываем. Поэтому у организаторов к нам тоже больших вопросов нет. То, что элита легкой атлетики или элита легкой атлетов прямо приехала, это поднимает дух чувашского народа. Это поднимает практически социальное самочувствие всех спортсменов и зрителей. За медали российского первенства поборются около 800 спортсменов из более чем 60 регионов страны, а также представители Казахстана. На соревнованиях выступят также и действующие олимпийские чемпионы по прыжкам в высоту Иван Ухов и Анна Чичерова. Честь сборной Чувашии будет защищать 21 спортсмен. Чемпионат России это все равно статус, это еще раз проверить именно квалификацию, финал и еще раз с соперниками выступить. Я считаю, любые соревнования именно такого уровня, тем более, это дополнительное получение опыта. Проходящий чемпионат России как показатель готовности сборной не только к мировому первенству в Пекине. Чуть более года осталось до главного старта четырехлетия – Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Подготовка уже ведется. Мы переживаем довольно непростое время, конечно. Это связано и с ситуацией в нашей сборной команде, я имею в виду смена поколений в какой-то степени. В какой-то степени некоторые спортсмены еще не успели восстановиться после травмы или после рождения ребенка. Многие девочки еще не вернулись. Я думаю, что в следующем году мы пополнимся довольно-таки существенно. Но вместе с тем, безусловно, работать надо много. На сейчас поддержать любимых спортсменов может любой желающий. Болельщиков ждет немало сюрпризов. На территории стадиона обустроены различные спортивные площадки. Можно даже поучаствовать в розыгрыше призов. Программа как спортивная, так и развлекательная обещает быть насыщенной. Всего на соревнованиях будут разыграны 38 комплектов медалей. Финали по различным дисциплинам пройдут сегодня, завтра и послезавтра. Именно они обещают быть самыми зрелищными. У чебоксарцев есть все шансы увидеть, как завоевываются путевки в Пекин, заглянув на стадион 3, 4 и 5 августа. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панула, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевизни Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова